На посадку в аэропорту Анталии в Турции заходит российский пассажирский самолёт «Сухой Суперджет-100». Через считанные секунды лайнер вспыхнет. Наш самолёт загорелся при посадке. Летели в Анталию и Сочи. Нечем дышать всё в тюрьму. По словам очевидцев, во время посадки загорелся левый двигатель, после чего огонь усилился. Посадка была слишком резкая. Явно было понятно, что мы ударились. Закричали дети. Многие ударились в соседние кресла и так далее. И не загорелся свет. В тот день, 25 ноября, с «Суперджетом» произошло пять инцидентов. В Анталии самый серьёзный. Мы сидим, начинает пахнуть бензином. И тут кто-то просто кричит, что, ребят, мы горим. И я просто начала на весь самолёт читать молитву. Очень громко. И люди подхватили, мы начали читать молитву. Было очень холодно, состояние стресса. Эксперты катастрофу сравнивают с то, что случилось в 2019 году в российском аэропорту Шереметьево. Тогда при экстренной посадке после удара молнией шасси повредили топливные баки. Начался пожар. Погиб 41 человек. В Анталии никто не пострадал. Посадка при сложных погодных условиях. Плюс к этому самолёт не очень хорошо сбалансирован. В результате происходит удар об полосу. То самое двойное окозление удар. Подпрыгивает второй удар. И опять стойки шасси пробили баки. И опять произошёл пожар. Летом этого года стало известно, что количество инцидентов с «Суперджетом-100» выросло в два раза за последние годы. Об этом сообщают российские СМИ. Что мы имеем? Есть самолёт, который полностью с нуля был разработан в Российской Федерации. Как бы с нуля, да не совсем. С изрядным очень большим количеством иностранных комплектующих. И не было бы никаких проблем. Пожалуйста, покупайте эти иностранные комплектующие. Если бы Россия не устроила всю эту кровавую кашу в Украине. У них есть проект самолёта МС-21. Он тоже не особо получается пока. Объединённая авиастроительная корпорация мучается с ним уже довольно давно. И ничего, пока его сроки постоянно переносят вот уже год за годом, год за годом. Если новый троллейбус начнёт курсировать по городу до конца года, то успеют ли в этот же срок сертифицировать самолёт МС-21? Этот самолёт в сентябре прошлого года также совершил аварийную посадку в пшеничное поле. Самолёт летел из Сочи в Омск. Но из-за неисправности гидравлической системы командир был вынужден принять решение посадить самолёт экстренно. У них вообще в авиации как бы сейчас такой вот коллапс наступает. Во-первых, огромное количество происшествий. Огромное количество. И это имеет накопительный очень нехороший эффект. То есть сначала эти происшествия какие-то не очень такие серьёзные. Тут отказалась система, там отказалась. Здесь на живую нитку что-то скрепили. Здесь изоленты примотали. Потом в конце концов это может привести к какой-то ужасной катастрофе. С огромным количеством жертв. Airbus должен был прошлой зимой вылететь из поля по специальной полосе. Но борт решили разобрать на запчасти, чтобы летали другие самолёты, комплектующие в России в дефиците. Российские чиновники проблему в отрасли не признают. Пассажиров уверяют безопасность лайнеров на высоком уровне.